Мама Мама В августе 2013 года Звездная Чета все время ругалась В сети обсуждали возможное расставание и измену Максима Якобы он променял Примадонну на украинскую модель Елену Голицыну Прошел месяц и в сентябре словно из ниоткуда появились дети Не похоже, что к их появлению готовились, скорее Примадонна срочно усыновила детей, чтобы с их помощью спасти разваливающийся брак. Опровергнуть эту теорию не сложно и вот почему Господи, это даже нет сомнений Гарик это вылитый Макс конечно. Дети поющие артистичные, все в родителей к тому же Гарри и Максим очень похожи, с усыновленными детьми так не бывает Но тогда откуда взялась двойня и почему пара ссорилась перед ее появлением Мы выясним это уже скоро А пока разберемся, почему все случилось так внезапно Звездный гинеколог Марк Курцер уверяет, на самом деле решение Аллы Борисовны не было спонтанным Она всегда хотела, в принципе, иметь второго ребенка. Она давно хотела, планировала и давно этим вопросом занималась уже больше 11 лет Но как звездной паре удалось все скрыть? Визиты в клинику, оформление свидетельств в ЗАГСе, покупка детских вещей. Максим уверен, им просто повезло. В курсе были врачи-юристы Кристина Арбака, это брат Галкина Дмитрий. Знали даже их семьи, но никто не проболтался. С покупками сложнее Примадонна понимала, визит в детский магазин привлечет внимание прессы Как приятно пойти самой Выбрать то, другое, третье И нельзя Алла Борисовна и Максим заказали только самое необходимое Они даже не обустраивали детские Просто выделили детям по гостевой комнате В итоге, в обстановке максимальной секретности 18 сентября 2013 года на свет появились Лиза и Гарри Галкины Роды проходили в перинатальном центре в Лапино и даже там пришлось играть в шпиона Вместо того, чтобы радостно бежать за детьми значит, я была в лотке закрытой Но врачи уверены, уже в тот момент Примадонна вела себя как истинная мама Алла Борисовна столько материнского счастья было в этом человеке, вот в момент рождения когда она услышала первый крик первого родившегося ребенка Но если пара ждала детей откуда появились слухи о расставании? Летом 2013 года Алла и Максим действительно почти не виделись но дело было не в любовнице По информации вестей, пара часто ссорилась из-за денег Максим круглосуточно работал пропадал на съемках фильма «Все могут короли» Все думали, что его разоряют запросы Бугачевой но теперь мы знаем, для чего паре нужны были деньги Одно только введение родов обошлось в 690 тысяч рублей Услуги суррогатной мамы от миллиона Причем пара заплатила больше, чем полагалось по контракту Но кто же выносил их ребенка? Вопрос с подвохом И скоро мы к нему вернемся Но пока... И это имя Елена Ширинина Суррогатная мама из Казани появилась в передаче, посвященной рождению Лизы и Гарри Но уже скоро Елена все опровергла Якобы ее пригласили как эксперта Но это не она вынашивала Лизу и Гарри Дальше путаница только усилилась Максим заявил Они салые не знают имя суррмамы Мы же остались друг другу неизвестными Когнито друг для друга Это вообще этика этих отношений Но в другом интервью Примадонна сказала совсем другое И она относилась к этому нежно Я все знала Я каждый шаг практически прослеживала Так они были знакомы или нет? Кажется, сладкая парочка завралась Но зачем? Возможно, Алла и Максим запутались в версиях Покрывая настоящую суррогатную маму Ведь это их родной человек В сети уверены мама двойняшек Кристина Арбакайте Примадонна почти проговорилась Впечатление было, что родились внуки Ну вот так, понимаете, получается Но погодите Это какой-то бред Певице не удалось бы скрыть беременность от прессы Может, Кристина стала донором яйцеклеток? Но и это не похоже на правду Арбакайте сама заявила Алла Борисовна не умеет быть настоящей матерью Каждый раз, когда она поднимала вопрос суррогатного материнства Кристина была категорически против А значит, она точно не стала бы донором Да и зачем, если Алла Борисовна заморозила свой собственный биоматериал? А вот тут мы подбираемся к скользкой теме Музыкальный критик Сергей Соседов заявил Я не верю, что это ее дети Что это дети Максима Галкина, верю А что ее, нет Соседов известен своими скандалами с Пугачевой Но все-таки его версию многие поддерживают А кое-кто пошел еще дальше и оспорил отцовство Галкина Скоро мы узнаем, кто этот смельчак Ну а пока давайте посчитаем По словам врачей, Алла Борисовна Заморозила яйцеклетки за 11 лет до рождения детей Но это был 2001-й, когда Примадонне было 53 года Максимальный возраст донора яйцеклетки 54 года Да и то материал с большой вероятностью будет нежизнеспособным Фанатки певицы предположили Она сдала биоматериал раньше, когда была моложе Все знают, в 95-м певица хотела родить от Киркорова Она лечилась, делала ЭКО, сидела на гормонах Но ничего не получилось Что, если именно тогда она заморозила яйцеклетки? Тут есть сразу три НО Во-первых, если это правда, то зачем Пугачева соврала про 2001 год? Во-вторых, если она хотела детей и у нее получилось сдать здоровые яйцеклетки То почему она сразу не воспользовалась услугами суррогатной матери? А в-третьих, в 95-м заморозка яйцеклеток не была рутинной процедурой Даже в Израиле, США и Канаде это было сверхсложной задачей Но давайте не забывать Алла Борисовна звезда первой величины Ей доступно больше, чем простым смертным Возможно, она приняла участие в экспериментальных программах Которые проводили с 1986 года Увы, и тут есть подвох Яйцеклетки не могут храниться десятилетиями Оптимальный срок 5-7 лет После этого оплодотворить клетку почти невозможно Единственный вариант, при котором Алла Борисовна может быть мамой двойняшек Если она заморозила не яйцеклетки, а готовые эмбрионы Эмбрионы хранятся дольше Американка Тина Гибсон смогла выносить здоровую девочку из эмбриона, замороженного 27 лет назад Но тогда биологическим родителям двойни может быть только кто-то один Либо Алла, либо Максим Если при зачатии использовали биоматериал Галкины, то из-за сроков давности яйцеклетка не могла принадлежать Алле А если Примадонна заморозила эмбрионы, то их оплодотворили семенем другого мужчины Кто же это? В завесу тайны сорвал Сергей Челобанов Бывший любовник Аллы Борисовны заявил, это его дети В 94-м Алла Борисовна была им просто одержима Пара поехала в Израиль и сдала свои биоматериалы Возможно, яйцеклетки оплодотворили семенем Челобанова, а получившиеся эмбрионы заморозили Но погодите, Челобанов все время пиарится на романе с Примадонной Странные заявления, его конек Лично мы бы этому мужчине не доверяли Особенно учитывая, что Гарри копия Макса Да и потом, не все нужно мерить цифрами и годами Кто-то рожает в 66, а кто-то вдруг беременеет, хотя десятилетиями лечился от бесплодия В жизни есть место чуду И Алла Борисовна уверена, именно таким чудом стали Лиза и Гарри Но главное, если бы дети были не родными для Пугачевой, мы бы это уже наверняка узнали Звездную семью окружают десятки людей Няни, педагоги, охранники, все они имеют доступ к генетическому материалу Лизы и Гарри За столько лет кто-то точно соблазнился бы и украл хотя бы прядь волос Только представьте, сколько бы пресса заплатила за ДНК-тест, опровергающий материнство Примадонны Но этого так и не случилось Так может, Алле Борисовне просто нечего скрывать? Ну а если она биологическая мама Лизы и Гарри, почему дети на нее не похожи? Ответ простой, даем слово Примадонне Девочка, она похожа на меня Но на ту, которую вы не знаете За много лет лицо у Аллы Борисовны изменилось до неузнаваемости Уколы красоты, пластические операции, подтяжки Но если сравнить детские фотопевицы с фотографиями Лизы, сходство уже прослеживается Похожа Лиза и на старшую сестру Кристину Арбакайте А если взглянуть на фотографии мамы и бабушки Пугачевой, все становится на свои места И мама Зинаида Одегова, и бабушка Александра Одегова очень похожи на малышку Но главное, геном Пугачевой явно примешивается генетика Галкина Однажды комик опубликовал снимок своей матери Натальи Григорьевны Даже заядлые спорщики заметили ее сходство с Лизой А напоследок, давайте не забывать Родство по крови важно, но еще важнее, кто вкладывает в ребенка всю душу Максима Алла делает для малышей все, причем не только в финансовом смысле, но и в моральном А в какую из теорий верите вы? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться на канал, чтобы и дальше следить за жизнью звезд Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!